Дмитрий Борисович, добрый день. Добрый день. Мы когда ехали к вам сейчас в метро, вспоминали вашу статью в собеседнике. Это двухмесячной давности, где вы говорите, что надо самим заботиться о безопасности и избегать скоплений людей, мероприятий, транспорта. Но все равно приходится живем в этом мире, живем в этом городе и никак не избежать поездка метро. Безусловно. Я тоже езжу на метро. Я имел ввиду, что государственные механизмы делаются все менее эффективными. Поэтому, как положено добропорядочным налогоплательщикам, делегировать ответственность за собственное безопасное государство сейчас рискованно. Кстати говоря, я думаю, что как раз в Москве, где концентрируются и бюрократические ресурсы и силовые, шансы на теракты меньше. Но у нас в стране тысячи городов, и где-нибудь в ограниченном времени так или иначе рванет. Это просто неизбежно. Извините, я не хочу каркать, но куда денешься? Ну, с таким раздолбайством, которое есть по нашей жизни, даже если возьмем вчерашнее событие, когда проваливается пол лифта в элитном, одновременно выдают труп усопшие родственникам других, потому что нету бирки. Ну, в общем, что-то вариться, тут даже терактов не надо. Ну, в общем, да. В том-то и дело, что эффективность государственных институтов снижается, ответственность снижается, чувство сопричастности тоже снижается, как будто живем в чужой стране. И вопреки разговорам про коллективизацию, про то, что мы сплотились, что мы едины. Наоборот, я, например, наблюдаю все большую индивидуализацию и все большее отстранение от тех социальных структур, которые нас должны защищать, нас должны учить, заботиться о нашем здоровье и так далее. И люди все чаще будут задумываться, собственно говоря, куда идут их налоги. Вот это как раз, мне кажется, существеннейшая проблема, потому что мы все-таки уже стали налогоплательщиками, особенно те люди, которые прилично зарабатывают, в отличие от советского человека. И вопрос о том, хорошо ли наши налоги используют представители нашей власти, нашей инкулатуры, будет все более и более острым. И ответа на этот вопрос нет, потому что используют наши налоги плохо. Не в наших интересах, во всяком случае. Ну, Люкаев знает, он тут такую речь тлакнул о форуме Гайдаровском, которая и Вере Павловне в пятом сне не снилось. Алюминиевая речь. По поводу того, что в 30-м году каждая копейка налогов будет просто отработана от и до государством. Ну, странно было, если бы он сказал другое. Но когда налогов меньше, естественно, приходится с ними обходиться дороже. Но ведь есть фундаментальные вещи. Если в системе приоритетов, там, скажем, вмешательства в Сирию, то крути-не крути, а 7-8 миллионов долларов в день налогов уходят на то, чтобы там давать отпор ИГИЛу. В то время как, мне кажется, гораздо опаснее, что тот же самый ИГИЛ или любая другая форма исламского экстремизма проявится у нас здесь или в той территории, которую мы считаем зоной своего влияния, я имею в виду Среднюю Азию. Мне кажется, надо было бы туда больше вкладывать ресурсов и, соответственно, заботиться о безопасности именно там. Но власть, поскольку у нее в голове приоритеты противостояния с Западом, прежде всего, она предпочла влезть в Сирию. За это мы уже заплатили. 224 человека погибло при взрыве самолета, ну и еще два человека военнослужащих. Ну, военнослужащие – это работа такая, что скажешь, профессиональный риск, а вот что мы будем делать с двумя остами, двадцатью четырьмя трупами? Ничего не будем делать, постараемся забыть. Ну, мы же забыли два самолета, которые ввались в возрасте в 2003 году. Мы много чего забыли. Это вот долг патриота. Да и нет не говорить, черное и белое не называть, обидного не помнить, сплачиваться и подниматься с колен. В общем-то, это довольно оскорбительное занятие для самостоятельного человека, продвинутого, и налогоплательщика. Кстати, вы один из первых людей, которые заявили после взрыва самолета, что это теракт. Я считал, что вот такая хотя была очень эмоциональна в собеседнике, что власти просто нас вводят за нос, но они-то точно уже знают, что это теракт. Ну, я думаю, что власти гораздо лучше нас информированы, поэтому наверняка они понимали. И на самом-то деле это очень значимо, потому что англичане в лице господина Кэмерона уже 3-го числа, если память не изменяет, звонили Владимиру Путину, чтобы предупредить о том, что по их данным разведки это был теракт. В ответ, если помните, были даны две взаимоисключающие версии. Ведомство Песково сказало, что нечего разгонять историю и надо подождать официальных результатов расследования. То есть, то, что говорил Кэмерон, это как бы выдумка, дали вежливо понять. А ведомство господину Лаврова, наоборот, сказало, что Кэмерон звонил зря, потому что ничего нового не сказал. В любом случае, суть обоих высказаний в том, что Кэмерону мы не верим, хотя интерпретации прямо противоположны. И между 3-м и, по-моему, примерно 15-м числом самолеты продолжали летать. То есть, на самом деле, если англичане запретили полеты из Египта для своих граждан и вывозили их собственными военными бортами, то наши отдыхающие благополучно возвращались и были, совершенно очевидно, подставлены под риск следующего удара. Слава Богу, он не состоялось. Но, в общем-то, стиль действий власти проявился достаточно откровенно. Около 10 дней мы делали вид, что не знаем о том, что это теракт, и, соответственно, не предпринимали никаких ограничительных мер. А потом все-таки принялись, слава Богу. Игорь Борисович, ну, может быть, это дело в том, что за жирные годы государственная машина стала таким колоссом, где много шестеренок, и они должны, прежде всего, понять, какую сторону вертеться, вправо или влево. А на этот приход нужно 10 дней. Я думаю, что как раз такие вещи решаются просто, потому что государственная машина асимметрична. Она медленно реагирует на сигналы снизу и извне, но быстро реагирует на сигналы сверху. И если бы сверху сказали, ребята, завтра прекратить, она бы прекратила. Сверху не сказали. Потому что боялись подставить себя под критику, что не сберегли. Потом все равно пришлось признать. Кстати говоря, это хорошо, потому что, например, египетские спецслужбы так до сих пор и держат марку мундира, и не признают, что там был теракт. Если бы не англичане, не французы, которые производили этот самолет, не турки, которые были акционерами Кагалы и Мавиа, то вполне может быть, что нам бы и рассказали, что это просто технические проблемы. Уже был создан такой размятый информационный массив данных о том, что хвост криво приварили, о том, что у летчиков были конфликты с жадными турецкими акционерами, о том, что до падения сообщали с борта о том, что необходимо срочно посадку провести. Этого ничего не было, но в ментальном пространстве Российской Федерации все это существовало. И если бы не просочились другие данные, то мы бы так и думали. Ну, плохой самолет, французы, разве могут сделать хороший? Разве турки могут сделать хорошую авиакомпанию? Наверняка в воздухе развалился. Что тут? — Хотел спросить, вот сейчас проходит уже два, сегодня третий день форума Гайдаровский, много выступает экономистов, политологов, и по-прежнему усиливается тема, что холодильник очень скоро победит телевизор. Ну, есть ли под этой темой какие-то расчеты? Потому что, мне кажется, нету. Потому что с таким же успехом могу сказать, что голодный патриот — это злой патриот, и он за Россию будет драться в дуны силы. Ну, фраза о том, что холодильник дерется с телевизором, она интересная, она многое объясняет, но не все. Потому что помимо холодильника и телевизора есть еще мозги. И вот опыт показывает, что люди очень много могут терпеть и переносить, если они верят, что это случайно, локально, не характерно для системы в целом. Но время здесь работает. Поэтому, когда говорят, что через месяц после падения цен на нефть люди выйдут на улицу, мне кажется, это глубоко ошибочно. Должно пройти какое-то очень продолжительное время, значительно более продолжительное, чем, скажем, в открытых обществах, где об этом начинают говорить раньше и думать раньше, прежде чем мы осознаем тупиковость ситуации. Но осознаем раньше или позже. И, кстати говоря, Гайдаровский форум как раз показывает, что все представители так называемых элит наших, они, в общем-то, пришли к консенсусу, что дела плохи и что будут хуже в ближайшем будущем. И это очень существенное отличие от советской системы, когда товарищ Сталин такого рода заявления называл проявлением разлагающего скептицизма, и тех людей, которые критиковали провал коллективизации, говорили о том, что в стране голод, просто репрессировали. Сейчас этого не удается сделать, слава богу, мы же в другой стране живем, и поэтому осознание произойдет раньше. Я думаю, что в течение 16-го года произойдет. Ну, это не все, наверное, потому что вчера на форуме выступал Дмитрий Орлов, выступал кремлевский притолог Марков, и они давали такую мысль, что в элитах есть опыленный раскол, но этот раскол может и не перекинуться на общество. Общество по-прежнему может быть мобилизовано Крымом, сатриотично и все. Это оценочное суждение, и в этом есть свой здравый смысл, потому что общество все-таки гораздо сильнее зависит от телевизора, даже чем от холодильника. Но жили мы в советские времена, и ничего особенного не было. А в Корее, благо, нет, я имею в виду Северной Кореи, благо, нет выхода в информационное пространство, и до сих пор так живут. Так что жить можно и с пустым холодильником, вдохновляясь телевизором. Но я думаю, в отличие от Дмитрия Ивановича Орлова и Сергея Александровича Маркова, что не то чтобы раскол, а когнитивный диссонанс наступит, и в обществе тоже. А в элитах, ну что, да, есть понятная дивергенция. Или надо сплачивать народ дальше, завинчивать гайки, говорить, что все отлично, подтянем пояса, переживем трудное время и дадим отпор. Или надо менять систему ценностей и, соответственно, работать на привлечение инвестиций, изменение имиджа, гарантии частной собственности и так далее и тому подобное. То есть для представителей власти делиться своими полномочиями с теми активными представителями бизнес-сообщества, которые готовы развивать бизнес, при условии, что у них этот бизнес не отожмут. Но вот пока доминирует противоположная тенденция, вот мы видим, что было с господином Евтушенковым. В стране не хватает денег. Деньги можно выдавить из кого? Прежде всего из богатеньких. Богатенькие терпят, но поскрипывают. Пока богатеньких только доят, народонаселение спокойно к этому относится. Но как раз 16-й год становится тем переломным моментом, где люди ощущают, что доят не только Евтушенкова, доят и их конкретный семейный бумажник. Да, доходы домохозяйств не растут, скажем, мягко. Мягко, скажем, не растут, да. А цены поднимаются, и жилищно-коммунальные услуги, и транспортные услуги, и людям тяжело. И начинается то, что можно обозвать словами КД, этот самый, не конституционные демократы, а когнитивный диссонанс. Как же так? Мы же вроде поднимаемся с колен, мы же вроде стали богаче и сильнее, мы присоединили Крым. А на самом деле ситуация ухудшается. Я напомню, что в начале 2014 года, весной, такой яркий пропагандист, как Виталий Тович Третьяков, написал на их Москве блог, который он назвал для младших экономистов и бухгалтеров, и прочих дилетантов, где объяснял, что Крым, безусловно, как он выразился, невероятно выгоден и в реальности, и в перспективе. Но прошло два года, мы видим, что выгодность измеряется в 2014 году с 125 миллиардами рублей со знаком минус, в 2015 году примерно этой же суммой тоже со знаком минус, и в ближайшем будущем, хотя дотационность от 100% в 2014 году поднялась, или опустилась, точнее говоря, до 70% в 2015 году, все равно это будет дотационный регион еще все ближайшие 10 лет, как минимум, и ожидать особенно не приходится, благо. А когда у бюджета все меньше возможностей, эта дотационность будет все более болезненной. Ну, давайте... Да может, это и выгодно, на самом деле, к каким-то чиновникам, чтобы был дотационный регион? Ну, если иметь в виду, что кто-то там пилит бюджетное отчисление, то, конечно, выгодно, но сейчас становится слишком очевидным, что удовольствие не по карману. Я напомню, что в 2015 году было принято решение о том, что необходимо изъять у населения пенсионные накопления в объеме 340 миллиардов, 342, если точнее, миллиардов рублей. Вот если сложить расходы за два года на Крым, 125 плюс 125, 250, то это больше половины вот этих самых денег пенсионных отчислений. И раньше или позже пенсионерам кто-то скажет, или они сами догадаются, что большая часть тех денег, которая у них ушла, была отправлена на содержание Крыма. И здесь вот люди по-разному будут реагировать. Кто-то будет считать, что да, ладно, потерпим, но зато Крым наш. А кто-то будет говорить, собственно говоря, со мной так не договаривались, мне обещали подъем с колен, но не изъятие моих пенсионных накоплений. Вот это надо осознать, это надо пережить, надо, чтобы это в голове уложилось. Для этого требуется время. Мне так кажется, что Драдяков прав на самом деле, просто эта машина государственная, этот монстр с большим количеством шестеренок, он может испохабить любую идею. Так в том-то и дело, значит, теоретически, теоретически, в любой нормальной экономике колоссально прибыльным является использование людей, появление там двух тысяч, двух миллионов новых граждан, как он говорит, это на благо. Но в той конкретной ситуации, которую Виталий Литович Третьяков персонифицирует, это будет ровно противоположно. Мы исходим из того, что как на самом деле устроена наша жизнь. А он исходит из таких вот телевизионно восторженных представлений о том, что как оно было бы, если бы все было по уму. Но вы сделаете сначала по уму, а потом уже убеждаете нас в том, что было сделано правильно. Пока мы видим прямо противоположный результат, правда? Нет. Может, начале 2014 года у него был в столе бинокль сейсовскими теклами, там, с увеличением 14. Розового цвета. А у нас бинокль с увеличением 5, и он может видеть дальше? Ну, может быть, он видит дальше, я не знаю, насколько далеко, потому что в течение ближайших 10 лет Крым так и останется дотационным. Как, собственно говоря, 75 из 73, кажется, из 85 субъектов федерации. Кстати говоря, это для крымчанам тоже крайне неприятная новость, потому что им уже, поскольку они стали нормальным регионом в составе России, им начали довольно жестко обрезать бюджеты. Мы с вами наблюдали скандал между господином Аксеновым и правительством по поводу 15 миллиардов. Аксенов рассчитывал их получить, а ему сказали, что, прости, пожалуйста, во-первых, ты не готов, а во-вторых, денег нет. И вот крымчане, одни из первых, тоже начинают переживать когнитивный диссонанс. Они были готовы к камням с неба, а к такому идиотскому воровству, коррупции, перетягиванию таких лакомых кусочков вокруг крымских пляжей, между чиновниками, они не были готовы. И вот что у них сейчас в голове происходит, довольно интересно было бы узнать. Но для этого нужно провести доброкачественные социологические измерения. Я думаю, что по-прежнему люди не любят признаваться в своих ошибках, поэтому по-прежнему они скорее склонны думать, что все было правильно. Но опять вопрос во времени. Что они скажут через год или через два? У нас вот страна большая, тоже это, конечно, негативно с точки зрения реформ. Очень сложно как-то перевести на другие рельсы. Например, у меня вчера было интервью с одним архитектором польских реформ, Мариком Добровских. И я подумал, что в принципе, Польша с 40-45 миллионами, ну так, я не помню, сейчас, по-моему, 45 миллионов. В общем, легче реформировать. Конечно. Но тут есть и плюс. Пришлось мне поездить по России, ну не так много, как вы, ну был в разных городах, был, допустим, в Астрахани, Краснодаре, Ставрополь. И я подумал, что вот эти процессы, которые вот нарастают, ну скажем, энтропия, да, они отстраняются с разной скоростью на разные регионы. Совершенно точно. Если бы они пошли синхронизированно по одной волне, то нас бы накрыло бы цунами. А тут одна волна, ну и... Безусловно так. Ну, значит, во-первых, насчет размеров, количества населения и реформ. Безусловно, легче и реформировать, и эффективно управлять небольшими компактными структурами. Поэтому, кстати, глобальный тренд идет к, скажем так, приближению властей к субъектам управления, то есть к регионам. По-разному. Внешне это проявляется как появление огромного количества новых государств и распад старых государственных образований, слишком больших. В более крупных и продвинутых регионах происходит так называемая федерализация. Но возьмите Германию, там Бундесрад, как палата земель, имеет гораздо больший политический вес, чем Бундестаг, как палата общины или партии. И главное для федерального правительства Германии найти общий язык с землями. У них свои интересы, они их довольно жестко отстаивают, они торгуются друг с другом. Это нормально, значит, они в легальном пространстве находят какой-то компромисс. У России в этом смысле проблема в том, что это унитарная страна. Она управляется из одного центра и, соответственно, должна индивидуальная особенность регионов подавлять. Кроме этого, доминирует такая вполне советская модель, что важнее территориальная целостность. И люди, кстати говоря, российские и советские по духу своему, эту идею глубоко поддерживают. Мы хотим быть единой, сильной страной. То, что за это приходится платить неэффективность управления, потому что опять из центра решают проблемы Читинской области, Иркутской области и так далее. Это уходит на второй план. И здесь есть неразрешимая проблема, но которую надо решать. Или вы хотите, чтобы регионы были бедные, но послушные и зависимые от центра, или вы хотите, чтобы они были побогаче, но тогда они начинают права качать. Тогда они начинают требовать большей самодостаточности, больше независимости от центра, потому что они лучше знают, как у них устроена экономика на местах. И вот этот вопрос, собственно говоря, ключевым для России на протяжении последних нескольких столетий и является. Сталин создал великую, могучую страну, дико бедную, но зато полностью подконтрольную. Хрущев, понимая экономические проблемы, попытался создать так называемые совнаркомы, то есть, по сути дела, региональные правительства. Экономика немножко вздохнула, немножко, но появились реальные угрозы к единству страны. И Хрущева, советская элита, сожрала, поставив на его место Леонида Брежнева. Брежнев за первые пять лет очень многое сделал. Самые лучшие годы в экономике для Советского Союза, это где-то с середины 60-х до начала 70-х. А потом началось все то же самое. Значит, опять застой, и все больше проблем адресовалось к Москве, потому что любые экономические проблемы в нашем отечестве приобретают географические измерения. Люди начинают, или региональные элиты, пытаясь оправдаться перед своими людьми, начинают кивать на Москву. Москва все сожрала, нашу колбасу съела, а мы из-за этого недоедаем. Когда распадался Советский Союз, была дико популярная идея, что вся Украина кормит весь Советский Союз. Вот если мы выйдем, то будем гораздо богаче и так далее. Я помню статью комсомольской правды, 90-й год, где было перечислено, что мы производим, Украина, телевизор «Фотон», например. Ну да. Это в значительной степени пропаганда, но она в условиях экономического кризиса действована. И сейчас то же самое. Сейчас мы будем испытывать региональные трудности, потому что региональные элиты получают из Москвы задание выполнять предыборное обещание Владимира Путина, но не получают денег. И хуже того, они не получают еще право на личную инициативу и инвестиции. Да, они попали в клещи. Они попали в клещи. Что им остается делать, разговаривая со своими избирателями? Они опять будут как бы подмигивать и говорить, что вы знаете... Ну, бумажки сейчас уже вешают в регионах, что типа пособие задерживают. Ну да, но виновата Москва. Понимаете? А Нижний Водск, что мы виноваты. Москва. Ну, они так прямо не скажут, но через такое подмигивание объяснят. И начинается вот эта вот проблема как раз того, с чем Путин боролся в первые годы своей власти. Он же старался лишить прав региональной структуры. Он унизил и, в общем-то, свел к нулю Совет Федерации, который очень мешал жить Ельцину, как мы хорошо помним. Он повысил управляемость. И опять же, в первые годы это было на пользу. Сейчас он вступает в новую фазу противоречия. И пока мы этого не чувствуем, точно так же, как мы не чувствуем победы холодильника над телевизором. Но если посмотреть снизу, то региональные элиты находятся в недоумении. Они там что, в Москве все с ума посходили? Нам надо выполнять какие-то социальные обязательства. А откуда? Уже большая часть регионов находится в пред-дефолтном состоянии. Потому что они не могут зарабатывать столько денег, сколько берут в долг. И что дальше? Вот таким образом, парадокс заключается в том, что унитаризация пространства в долгосрочной перспективе создает трудности для того, чтобы обеспечить единство. И регионы очень разные, значит, скажем, отчетливо дефицитные, они точно от Москвы не могут отделиться, потому что они оттуда получают основное финансирование. Как, кстати, и во время распада Советского Союза, все среднеазиатские республики, естественно, под напором местных элит, хором голосовали за сохранение Союза. Потому что они из Москвы получали деньги. А более продвинутые территории, начиная от Прибалтов, кончая Грузии, Украины, Молдавии и прочими европейскими территориями, или воздержались от этого голосования, или проголосовали против. Так что вот тот самый результат референдума 90-го года, на который так часто ссылаются, он был получен. Прежде всего, за счет огромного количества избирателей и административного ресурса Средней Азии. В России уже не так восторженно голосовали, а уж про Прибалтику, она вообще отказалась голосовать, а Украина проголосовала, но внесла одновременно дополнительный момент о том, что поддерживает или суверенитет Украины. И Казахстан внес свои поправки. Так что вариант сохранения страны был. И, собственно говоря, Горбачев и пытался это решить в Новогорёвском процессе. Но кризис экономически зашел слишком далеко. И было понятно, что Москве уже просто не по карману кормить такое огромное количество неэффективно работающих экономик, как в Средней Азии. В результате, с одной стороны, катастрофа, с другой стороны, Россию стало легче. Поэтому Россия сильно поднялась. В России были там в лучшие времена ВВП на душу около 15 тысяч долларов в год, а в лучшие времена в Узбекистане 3 тысячи долларов. Раньше это выравнивалось за счет того, что деньги изымались из России и отдавались в Среднюю Азию. Путинский подъем в значительной степени был связан с тем, что Россия сбросила территориальный балласт. Но мы об этом не думаем. Мы думаем о том, что была великая и могучая страна, и мы ее потеряли. А вот если сесть и посчитать, то не было бы такого экономического роста в Российской Федерации, даже на фоне нефтяных цен, если бы приходилось тащить на буксире вот эти вот достаточно депрессивные территории. Я простой пример приведу. За все время существования Таджикской ССР туда было закачано федеральных инвестиций в 2,6 раза больше, чем получено валового регионального продукта. То есть в 2,6 раза территория больше съела, чем дала. Раньше или позже это должно было... Там были очень добрыми такими, да, половина Африки. Ну, еще плюс снабжали, конечно, деньгами Сирию, списали 14 миллиардов долларов, Кубу списали 30 миллиардов долларов, Корею, там около 10 миллиардов долларов и так далее. Кроме того, мы помогали странам МСФ, и до сих пор по каким-то непонятным схемам и рублям непонятно. Ну, там непонятно кто от чего там... Парадокс в том, что никто за это не говорит спасибо, а все говорят наоборот, что Москва нас выдаивала. Вот в этом удивительное такое свойство распадающихся территорий. Но ведь не мы одни такие. И англичане точно через это же проходили, когда они поняли, что содержать огромную Индию с огромным Пакистаном, где миллиард человек, и при этом развивать свою собственную территорию на маленькой территории Британских островов, не получается. И поэтому им пришлось расстаться с этой империей, хотя они вовсе этого не хотели. Еще Черчилль говорил, что я бы еще и поборолся за сохранность империи. Но так или иначе она кончилась. И, в общем-то, к счастью для Англии и Британии в целом, которая начала быстро расти. Но мы сейчас видим, что там процесс-то продолжается. Шотландцы хотят отделиться. Они не хотят зависеть от правильных или неправильных решений Лондона. Каталонцы хотят отделиться от Испании. И вопрос в том, как отделяться. Как отдельное государство или получить просто больше региональных прав в рамках федеративного государства. Там что-то, да, вот я когда там бываю, когда они танцуют, это Стардам. Да, впечатляет. Да, и когда вся площадь, и ты понимаешь, да. Желто-красный, выслабленный. Это настолько такое стремление к свободе, что это... Вадим, в некотором смысле это тоже мифологизация, конечно. Потому что вовсе не факт, что Каталония будет житься лучше, если она отделится от Испании. Хотя в нынешних условиях Евросоюза разница, собственно, невелика. Так и иначе туристы ездят, что из Франции, что из Испании, что из других стран. Экономика развивается. Но для Испании это болезненно. А для нас, для России болезненно в квадрате, потому что мы воспитаны вот такой вот идеей великой и могучей единой территории, которая управляется из одного центра. А центр, даже если он в семи пяди во лбу, все тонкости региональных процессов проконтролировать и оптимизировать не может. Так или иначе, было бы правильно. У нас госплан не мог. Конечно. У нас, по-моему, кризис есть и планирование. Я даже на простых бытовых примерах смотрю, что когда ввели эмбарго на турецкие товары, то автоматически сразу, так сказать, без всякого моделирования, выдаются цифры, что цены вырастут на 0,3-0,4%. Хотя, для того, чтобы оценить, нужно построить сложную модель, в общем, и это далеко не только турецкие товары, потому что спрос эластичный, он перемещается в турецких, но никто это не может... Это невозможно. На самом деле, это невозможно посчитать. Поэтому, когда нам такие модели представляют, поскольку я занимаюсь наукой, так скажем, я понимаю, что модель покажет тебе то, что ты в нее заложишь. Ничего радикально нового она не придумает. В зависимости от того, какие параметры ты поставил, тот ответ она тебе и даст. Если ты считаешь, что 0,3% вырастут цены, ну, ты об этом говоришь. На самом деле, да, спрос пластичен. Турецкие помидоры, из-за эмбарго на турецкие помидоры, цены подскочили на 11-15% на помидоры. Ну, в конце концов, ничего страшного, можно обойтись без помидор. И вот так вот строго просчитать просто невозможно. Поэтому, когда нам экономисты с умным видом говорят, что вот модель показывает, надо к этому относиться весьма скептически. Просто потому, что, например, я на своей жизни видел столько моделей ядерной зимы, глобального потепления или, наоборот, глобального похолодания. Собственно говоря, из огромного количества факторов ты берешь те, которые тебе кажутся значимы, вставляешь их в систему, считаешь, складываешь, делишь одно на другое и получаешь. В зависимости от того, что получил. Или что у нас будет похолодание, или что у нас будет потепление. Значит, я вижу у вас сзади, так сказать, хорошо замаскированный суперкомпьютер Крей. Давайте мы поговорим. Вот эти процессы, которые сейчас происходят, кризис в регионах, который не осознается центром до конца еще. К чему могут привести вот ваше мнение, экспертное? Я понимаю, что это все вероятность. Я не претендую на модельный подход. Я могу давать только качественные, интуитивные, то есть селезеночные оценки. В конце концов, центр возьмется за голову и даст свободу какой-то регионам, потому что регионах на местах виднее. Либо мы пойдем до конца и ударимся в эту бетонную стену. Я думаю, что опыт показывает, как мне кажется, что это происходит после того, как рогами ударились в стены. Потому что, ну мало ли кто что говорит. Я думаю так, а Сергей Александрович Марков думает эдак. И почему они должны верить мне, а не Сергею Александровичу? Они импирики. Люди во власти импирики. Пока ситуация под контролем, она под контролем. Пока Чечня дает 99,8% за Владимира Путина на президентских выборах, значит там ситуация под контролем. Как она контролируется, это центр не занимает. Его задача отдавать туда свой миллиард долларов в год, а задача Кадырова этими деньгами так пользоваться, чтобы обеспечить лояльность элит и населения. Он это обеспечивает. Понятно, что результаты выборов фальсифицированы. Но в целом, с точки зрения Кремля, ситуация под контролем. Проблема в том, что регионы очень разные. И то, что можно в Чечне, совершенно нельзя в Москве. Или, например, в Калининградской области, которая сильно вестернизирована. С моей точки зрения, проблема в том, что чем продвинутый регион, тем отчетливее он нуждается в большей независимости, в большем объеме прав, в большем объеме гарантии той же самой собственности. И поэтому власти опять попадают в такую ловушку. С одной стороны, традиционная логика, что для того, чтобы люди не протестовали, надо повышать их уровень жизни. А с другой стороны, получается прямо противоположный результат. Чем выше уровень жизни, тем ниже уровень поддержки. В Москве, по официальным данным, за Путина проголосовало 47%. На самом деле, чуть-чуть меньше, там тоже был фальсификат. Но не такой большой, как в 2011 году на думских выборах. В Калининграде, в городе Калининграде, поддержка Путина составила 47%. За счет периферии, более управляемой, Калининградской области, цифра натянули до 52%. Но все равно, это же Калининград. Это где же половина населения военных, патриотов, которые целиком и полностью поддерживают путинский курс на подъем с колен и так далее. И то в первом туре, там, Путин не побеждает. Поэтому, в условиях демократии, продвинутые регионы стремятся к европейской системе ценностей. Отсталые регионы хотят законсервировать свою власть, ну, та же самая Чечня, и питаться за счет более продвинутых регионов. То есть, мы возвращаемся к модели Туркменина и Литва? Да, да, проблема, абсолютно советская проблема. Когда люди в Эстонии говорили, мы платим налоги на бездетность, у нас в среднем один ребенок на эстонскую семью. А по законам Советского Союза наши налоги уходят к многодетным матерям. А многодетные матери у нас в Таджикистане. Получается, говорят эстонцы, что за наши деньги растет население Таджикистана. Нам это не нравится. Вы подводите к тому, что кончится это так же, как кончится Советский Союз? Я не подвожу к этому. Я хочу сконцентрировать внимание на том, что этот сюжет приближается. И для того, чтобы он не состоялся, надо заранее принимать какие-то упреждающие меры. Упреждающие меры какие? Или дать по голове тем, кто слишком продвинут. Об этом, собственно говоря, и было сказано, что для того, чтобы защитить нашу стабильность, вот в эту самую зажравшуюся Москву надо пригласить настоящих мужиков из Уралвагонзавода, и они там наведут порядок. Это значит дать по голове, чтобы сидели и не высовывались. Стабильность сохраняется, темпы роста падают, потому что Москва один из главных поставщиков денег в бюджет, что бы про нее ни говорили, плохое. То же самое с другими продвинутыми территориями. Петербург, Московская область, Свердловская область, та же самая Калининградская область. Или вариант другой. Значит, пытаясь поднять экономику, надо пойти на уступки продвинутым регионам, продвинутым гражданам, которые хотят открыть свой бизнес, а для этого им нужны права, а для этого нужно, чтобы их не доили представители номенклатуры. А как это сделать? Потому что тогда потеряется лояльность со стороны номенклатуры, потому что на нее опирается режим Владимира Путина. И вот эта фундаментальная проблема, сужающийся коридор возможностей, мне кажется, очень опасным для грядущего. Я не готов утверждать, что Россия распадется как Советский Союз. Во-первых, она все-таки гораздо умнее, и элиты гораздо более продвинуты. Во-вторых, у нас все-таки рыночная экономика, которая гораздо эффективнее, плановой такой экономики. Но то, что трудности между регионами и центром будут нарастать, мне кажется, надо говорить, и об этом надо думать. Пока об этом, по-моему, говорит очень мало кто, за исключением может быть Натальи Зубаревич. Но мы тоже вносим вклад. Разрушительный? Это жизнь покажет, разрешительный или позитивный. В том, чтобы этот автомобиль не вырелся бетонную стену. Не хотелось бы, да. Но опыт показывает, что власть так устроена, что почему она должна верить всяким там алармистам вроде Овешкина. Неприятный человек раскачивает лодку, мешает рулить. Если бы он помалкивал, было бы лучше, да? Им так кажется. Но есть экономические тенденции, есть территориальные тенденции, от которых никуда не уйти. Но для того, чтобы их ощутить, надо, чтобы вот та самая замечательная жареная птица клюнула в то самое замечательное место. Так что пока власть еще не готова. Ее еще не клюнули. А вот все больше людей, у которых задница несколько тоньше организована, они это поклевывание уже ожидают, ощущают и об этом сообщают. И это как раз дает повод для оптимизма. То есть ощущение удара в стенку состоится не как в Советском Союзе, когда уже жрать было нечего, а немножко раньше. А может быть даже значительно раньше. И тогда власти придется предпринимать какие-то шаги. В этом есть, собственно говоря, единственная надежда на то, что мы встретимся со стенкой раньше, и она будет не такой толстой, не такой высокой и не такой кровавой. Значит, может быть мы сможем выбраться с меньшей кровью, а может быть нет. Потому что что в голове у власти, мне сказать трудно, что у нее там под рогами. Так что может быть она... Есть люди, которые наоборот считают, что надо вернуть Советский Союз, трудящиеся потерпят, им не впервой. Зато будет великая могучая страна, которая собирает кулак в кулак все имеющиеся не очень большие ресурсы, но зато они направлены на создание военной машины. И таким образом мы даем отпор вражно-вражеским проискам и так далее. То, что при этом экономически мы и культурно, и технологически сильно отстаем от тех более свободных территорий, это как бы остается за скобками. Так что стенка так или иначе будет, и удар так или иначе будет. Вопрос в том, как долго мы будем эту встречу оттягивать, и как болезненно она будет реализована. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.